Но банки, которые в нем участвуют, подписали соглашение о неразглашении. Поэтому здесь такой большой вопросительный знак, ничего сказать практически невозможно. Но вопросов уйма, в том числе чисто технологически. И, наверное, последний момент. При этом по экономике России неплохая картинка. Вот Международный валютный фонд 3,2. Как видите, совпадает с общим мировым прогнозом. Это вот недавнее уточнение. Министерство экономического развития, кстати, мне очень понравилось, мы же сейчас в идеологизированное время, в Рио было сообщено, МВФ признал рост российской экономики на 3,2. То есть они же вражины, МВФ, да? И поэтому надо написать признал. То есть как бы не хотел, но вот признал. Но, друзья, потому что Министерство экономического развития России трудно отнести к числу врагов. Почему-то дает меньше. 2,8. И Банк России наиболее сдержанный прогноз 1,5. Другое дело, что нам с вами, опять же, как предпринимателям, немножко ни тепло, ни полно. То есть нас в целом радует позитивность прогноза, потому что это означает, что потребительский рынок будет чувствоваться легково. Но мы понимаем, что плюс-минус 1, даже процент, не говоря, что о сотнях, это все-таки такие флуктуации, которые могут быть связаны с регионами. Но в целом надо признать, несмотря на все названные проблемы, картинка неплохая. И есть две проблемы. Проблема Москвы, которая, кстати, является риском бюджета, это финансирование регионов. Москва собирает по максимуму, абсорбирует в себя, и при этом, естественно, при нынешних политических вызовах и управленческих, в общем, начинает экономить на трансфертах регионов. Бюджетный федерализм в России давно уничтожен. И ладно бы, дело принципа, но кроме принципа еще и иссякают трансферты, и это может быть проблемой. И еще один момент, связанный частично с этим, это как бы финансирование ЖКХ. Минувшая зима показала, что там может быть каскадный сбой, огромный каскадный сбой. А по большому счету это тоже, конечно, проблемный сбой. И еще одна вещь, которую я называю проблемой твердого сыра. В свое время российский бизнес, кстати, Татарстане, насколько я знаю, тоже, в общем, показал класс. Довольно быстро сумел, как и во многих сферах, сделать вполне на мировом уровне некоторые вещи. В том числе у нас появилась сыроварень, которая, ну, с советских времен, в общем, была, мягко говоря, очень совковая, да? Но с мягкими сырами в России все окей, а с твердыми так себе. А почему? А почему? Вот казалось бы, да? Талантливые предприниматели, амбициозные там. У нас замечательные предприниматели на самом деле в России. А почему так? А очень просто. А при такой денежно-кредитной политике только мягкий сыр выходит. Я в буквальном смысле. Твердый сыр, может меня поправит, если в зале есть сыроварь, это такая штука, которая должна отлежаться на полке 4 года. Да. При наших кредитах, при наших рисках за 4 года инфляции, девальвации и изменения покупательной способности вот нашего среднего класса. Предприниматель, ну, при прочих равных, может себе позволить в России делать твердый сыр? Да нет, конечно, он же не самоубийца. Он эти деньги в животноводство убойное, да? Или в тот же мягкий пустит. Но только не в то, что через 4 года должно подразумеваться некая стабильность, некая предсказуемость. И вопрос заключается в том, что, конечно же, не в сыре, а в том, что каждый из нас, я думаю, принимая предпринимательский проект, подсознательно говорит, я буду делать мягкий сыр. Я не могу себе позволить сделать твердый сыр, в какой бы сфере эта история ни была. Ну и завершение, вот, наверное, последней актуальной проблемы. Санкции импортозамещения, понятно, это проблема. Конечно, было гениальным первым решением, я помню, на совещании у господина Дмитрия Медведева, когда собрались по импортозамещению, вот сердце радовалось. Потому что первое предложение, переименовать его в технологический суверенитет. Это было важно. Это было важно. Я помню, в 80-е у меня в доме тараканы были, и я с ними боролся с карбофосом. Надо было переименовать, вот сейчас я догадался, в бабочек, и они бы исчезли. После чего Дмитрий Медведев сделал свое дело, удалился в Телеграм, откуда грозить, он будет шведом. А мы как бы остались с этой проблемой. Полностью она не решена. Но какого-то суперобрушения пока не было. Но по части, прежде всего, компьютерной техники намечается большая проблема. Налоговая реформа, мы о ней поговорили, и, конечно, делали ее в моем выступлении. У вас свое мнение и своя картина складывается вокруг этой темы, тоже большая проблема. Инфляция, ареста бюджета, поговорили. Экономическая модель до сих пор 20 лет, связанная с понижением рубля. На нем выигрывали экспортеры, а реальная экономическая власть в стране принадлежит экспортерам. И на нем косвенно выигрывало государство, поскольку экспортеры основные были источники. Это понятно. То есть это не вопрос злого умысла и злых помыслов. Это просто плохая экономическая модель. Она порочна по определению, она не связана с внутренним рынком. Регулирование осталось проблемой. Я помню, один мой друг, профессор Яков Меркин, очень просто дал оценку. Можно же рассуждать, как регулирование мешает. Потом создали регуляторную гильотину. Несколько друзей ходили в эту комиссию. Что-то они сидели, редели, ничего не обрубили. В Центробанке, когда пришла Набиулина, обрубили обязательства банков иметь комнату для проверки радиоактивности купюр. Ну, правда, рухнул бизнес сына одного запреда в Центробанках в связи с этим, который осуществлял проверку. Ну, не суть. В общем, регуляторная гильотина не сработала. А Яков Меркин сделал очень просто. Он взял размеры административного кодекса 2000 года и 2022, по-моему. Просто в страницах привел. Коллеги, это нечто. Это просто нечто. Вот он просто говорит, я не буду в хорошее решение, плохое. Вот просто наш бизнес, нашу экономику, наши правовые отношения регулировали. Условно говоря, я не помню, сейчас 680 страниц, а сейчас 1240 страниц. Все, что надо знать о регуляторной нагрузке. Соответственно, еще одна проблема, это экономика вмененных обременений. Что имеется в виду? Имеется в виду, что есть вещи, которые нам вменили. Например, ОСАГО. Это, в принципе, хорошая история. Но почему-то у нас в России растет все то, что вменили. Вот сейчас, например, расширяется. И, кстати, в Казани очень так смело и круто выступают. Против мне понравилось очень. Расширяется система обязательной маркировки. Что вы знаете, у вас все время сплошные риски, дорогие люди. Вы того, глядя, отравитесь икрой, и вином, и этим, и молочной продукцией. Кассиры ругаются. Торговые сети несут дополнительные издержки. Нам с вами вбили во все, что мы покупаем, лишние три копеечки и так далее, и так далее. И вот эта вся система расползается огромной историей. И самое печальное, что вот эта экономика обмененных обременений иногда подается как позитив под названием частного государственного партнерства. Мы этим очень гордимся, выступаем с речами частного государственного партнерства. Как выглядит классическое частное государственное партнерство? Выглядит так. Государство за счет налогов строит дорогу и говорит потребителям. Потребитель, я не могу эффективно взимать плату. Поэтому у меня частное государственное партнерство, дальше звучит, как правило, ну скажем так, не незнакомая фамилия. И вот оно, она будет взимать плату. В Москве, например, ради борьбы с пробками исключительно во благо народа ввели парковки, разметка делается за счет бюджета города, а вот взимать может исключительно кипрская фирма. Ну, конечно, 20% она в бюджет Москвы отдает, но все остальное. То есть наше предсловутое государственное частное партнерство, это зачастую экономика вмененных обременений. И мы это прекрасно понимаем и почему-то аплодируем и говорим, государство такое мощное, тут похоже все может. Что ж ты хотя бы само не берешь за эту платную дорогу? Что ж ты хотя бы само не берешь за эту парковку? А государство улыбается и говорит, рынок надо развивать. Ну, вы это все прекрасно понимаете. И это, в общем, плохая история, потому что та же маркировка, ну, это плохая для потребительского рынка все-таки история. При всех сносках на все опасности, которые нас окружают. Но лучше всего на эту тему написал Роберт Шекли в рассказе «Страж птицы». И тут, говорит, он обнаружил, что это тоже угроза, и от нее тоже надо защищать. Вот у нас это идет по-другому. Ну, и есть проблемы, конечно, вот Москвы, вот этого совершенно несуразного перекоса экономического, это чудовищно. У меня в районе, вот когда я уезжал, опять меняли зимние мордюры на летние. Это уже невыносимо. Это просто, это город, который пухнет от денег. Это выкачанные из регионов деньги совершенно сумасшедшие. Когда доводилось и на совещаниях таких, скажем, около государственных, говорить, все говорят, ну, зачем, ну, это же за счет бюджета Москвы, вот Москва заработала. Ну, давайте, значит, изменим налоговую нагрузку, давайте, значит, раскулачим волевым усилием московский бюджет. И давайте хотя бы, чтобы, если так нужно, кормить эти блатные фирмы, чтобы эта чертова Москва взяла шефство над какой-нибудь там столицей Селигера-Осташкова, и пусть у своих блатных фирм заказала там смену бордюров в гениальном городе, который наполовину разваливается абсолютно. И вот эта чудовищная история, она присутствует, извините, уж и в некоторых регионах, не будем дыгать пальцами. И она расползается по всей стране, по большому счету, это тоже ненормально. И еще я обозначил вот проблему многополярности. Тут немножко опасно говорить о политике, но я не очень понял, вот слушаю речь президента, он говорит, надо Америке вот объяснить, что нет, все, теперь многополярный мир. Теперь многополярный мир. Я одно не понимаю. А для чего? А для развития мир, и все, старая парадигма закончилась, многополярный. А простите, а внутри страны? Ой, внутри страны давайте однополярное все сделаем. Какая-то не схожайчика, мне кажется. Ну, по логике. Ну, правда, логику можно убрать из университетских программ, тогда через одно поколение все будет окей. То есть у нас формируется, ввиду политико-идеологического такого серьезного конфликта, у нас формируется однополярность мнений. И иногда критическое мнение, другое мнение, просто предложение рассмотреть альтернативу, начинает уже восприниматься как некая фронта и некоторая нелояльность государства. Это может и в экономике сказаться нежно. И самый последний момент, на чем я заканчиваю, извините, я тут больше, по-моему, времени не отобрал. Это вот, если у вас план мистер фикс. О чем идет речь? Я думаю, вы видели некоторые, как документы, некоторые, наверное, как новости, об огромном количестве программ. У нас вообще исчезло экономическое планирование в государстве. У нас принимаются сейчас два типа документа, стратегия и дорожная карта. В новостях это выходит, кто-то что-то обсудит по линии Минпромторга, очень много идет по некоторым другим министерствам. Но если заглянуть в эти документы, мы с вами обнаружим одну странную вещь. Что такое классическая стратегия? Это лозунги в стиле, как Михаил Задорнов в свое время смеялся над советскими лозунгами, говорит, самый смешной был, пусть процветает наша Родина. Ну пусть процветает, жалко что ли. И вот это лозунги. К 2030 году обеспечить, простите, это не то, госплан со всеми его недостатками. Когда здесь писал, сколько обеспечить, например, автомобилей, то вот здесь он писал, сколько выпуска пластмассовой фурнитуры, а вот там сколько резины. То есть это калькуляция, которая идет по всей цепочке, и даже в наших с вами бизнесах это действует так. У нас все стратегии и дорожные карты, если вы посмотрите, это набор именно лозунгов. Они могут быть с благими намерениями, но это лозунги. Сделать то-то, обеспечить то-то, достичь там, чтобы Россия на какое-то место. Какая разница, на каком мы месте. Как можно в стратегии поставить в экономическое... Например, у вас бизнес, вы, например, пятый ресторатор Казани. Вы же не можете ставить стратегии бизнеса, перейти на четвертое место. У вас есть свои показатели, но тот, кто сейчас на четвертом, возможно, имеет свои, он вообще на третье переместится. И вам пофиг. Вы не в догонялки играете, вы в свой бизнес. То же самое в стране. Мне пофиг, в каком месте, по какому-то индексу находится моя страна, если честно. Вы мне покажите план. В приемной Мишустина стоят лоббистские группы, огромное количество профессиональных объединений. Понять их можно, когда приходят... Я сейчас на полном серьезе, без сарказма. Ассоциация садоводов и питомниководов Ставропольского края выдвинула предложение. Не увеличить пошлины на итальянские саженцы. Потому что, как всегда, проклятый запад из Италии саженцы, сволочь такая, дешевле доставляет. И бедные ставропольские питомниководы не могут. Ассоциация виноградарей России, возглавляемая, там, правда, всегда выступает не президент, а генеральный директор, президенту неудобно, потому что он по совместительству Дмитрий Киселев, знаменитый ведущий. Давайте обложим недружественный импорт вина из недружественных стран, двухсотпроцентной пошлины. Для чего? Вы хотите наказать Мориса Хеннесси? За то, что он, сволочь такая, недружественная? Ну, до полноте. Мы все прекрасно понимаем, для того, чтобы наше вино стало дороже. Ассоциация владельцев кинотеатра тогда в ковид впервые, сейчас второй раз пришла в приемную премьера. Верный премьер только отбивается из серии «Сколько просим? Десять? Напиши два». Что-нибудь такое. Ну, вы же знаете, как это делается. Соответственно, это бесконечные лоббистские хотелки. Опять же, люди в этих ассоциациях делают свое дело, понять их можно. Но с точки зрения некого экономического развития совокупного, тем более форс-мажорных обстоятельств для страны, конечно, нет. Здесь мы имеем хотелки с лозунгами в виде стратегий в разных отраслях. Здесь мы имеем лоббистские подачи, что сделайте то-то, пожалуйста, сделайте то-то, сделайте все-то. Мы не имеем экономического плана в стране, совокупного. Не в стиле госплана для любителей Советского Союза и тех, кто кричит «Долой капиталин!» Вот вся эта западная модель провалилась. Не в стиле, наоборот, рыночной. Уже не важно, как, тушкой чучелок. Но давайте план. Хоть сталинизм, хоть капитализм и западные образцы демократии, но как-то же план-то должен быть. Если по рыночному пути, то не бывает экономических планов без налоговой системы. Это базовое, конечно же. Невозможно написать развитие внутреннего рынка и повышение НДФЛ. Это невозможно. Для того, чтобы это поверить, лично мне нужно, чтобы меня избрали депутатом Госдумы. И не просто зарплата, я с премией. Тогда я отключу мозг. И вы отключите мозг. Но это нереально поверить. Так не бывает. Поэтому, к сожалению, одна из проблем, что с одной стороны, экономика России выдержала, не провалилась. Действительно оказалась намного прочнее с точки зрения и санкционных, и прочих ударов. И правительство сработало неплохо, но экстенсивно. Планов на будущее, кроме лозунгов и докладов в присутствии первого лица государства, таких верноподанных, с блеском глазу, планов мы не видим. Просто, наверное, не видим. Относительно недавно, мне кажется, один из самых ярких российских чиновников, Андрей Белоусов, вступая в должность министра обороны, что, мне кажется, печально для экономики, что пришлось его перебросить туда. Он сказал такую фразу, вызвавшую аплодисменты парламентариям, а ошибаться можно, врать нельзя. Но возникают два момента. Первое. Если это так, давайте честно говорить о всех проблемах экономики, а не просто докладывать, как у нас все здорово и как Запад успешно загнивает. То есть, иначе невозможно из политических соображений, не говоря ни о чем честно, невозможно потом сказать, что мы не врем. И второй момент. Я после этой фразы стал проверять, кто из российских чиновников ошибался. Знаете, нашел двух человек в прошлом декабре. Первый это Путин, который заявил, что извиняется за сбой в работе правительства по сценам. А есть второй Набиульна, который сказал, что надо было не в октябре, а в марте повышать ключевую ставку. Больше за 15 лет я не видел ни одного российского министра и высшего должностного лица, которое сказало бы, что оно ошиблось. Более того, мы имеем информацию в Сирене о гениальных менеджерах. И вопрос к господину Пилаусу. Вот если все эти люди, вот эти 300-400 человек управленческой элиты, ни разу не ошибались, у нас терзают смутные сомнения, что все это время они довольно успешно врут. Потому что поверить в это, ну просто, я не знаю, как вы, я постоянно в бизнесах ошибался. То ли там особые люди, то ли нас назначат на эту должность, мы тоже станем богами управления безошибочными. Ну как-то вот проблема с этим тоже есть. Поэтому надеюсь, что то, что сказал Белоусов, все-таки возобладает в эти сложные для страны и для экономики времени. Спасибо. Извините, если что, то сколько надо. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что в следующий раз я не могу уже 2 часа выдвигать, а не как здесь. Благодарим. Кому было у вас интересное выступление, я на авто. Давайте еще раз погладим. Спасибо. Артур Николаев, я приглашаю вас. Дорогие друзья, я поприветствую первого совместительного председателя Торгового парламента Республики Татарстан. И для чего сейчас Артур вышел сюда, вы его станете для нашего выступления нашего. Большое спасибо. Я знал, что я на авто поступать. Да нет, переберем. И поэтому я был к этому готов. Я даже не готовился. Откровенность. Но зайду с козырей. У меня есть предложение, которые... Когда будет перерыв, там лежат ресурсы, на которых вы просто на завтрашний день должны написать, не придете, не придете, потому что нам надо понимать, как мы будем проводить завтрашний день. Там у нас второй день рассчитана работа глупо, и нам просто надо это понимать. Кто еще не записался. Ну, и тоже делать это с... Ну, понимаем, что завтра суббота, понимаем, что завтра, видимо, хороший завтрашний день. Кто же представляет, чтобы нам знать, как разложить завтрашний день. И я решил зайти с козырей, потому что Торгового парламента Республики Татарстан ежегодно проводит конкурс «Золотой горгой». И в региональной части этого конкурса, и лучше, и лучше, когда они выходят в федеральный уровень. Я решил как раз вот занять это буквально, во-первых, уменьшить свое время, и занять это время получением лучших наших предпринимателей, наших дипломов по «Золотому меркурию». И я бы хотел пригласить. Кстати, я хотел Саиду тоже показать, потому что Саид – это тот человек, который этот конкурс полностью проводил, с вами созванивался. Вы его только по телефону знаете, вот теперь можете увидеть. Он такой хороший, красивый помощник. Диплом награждается ООО «ВНК» за победу в региональном этапе, конкурс национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой горгой», «Вильминации», «Лучшие малопреприятия» в сфере услуг. Да, давайте. Представьте, что вы вышли, и вас тоже поздравляют. И вот как бы вы хотели, чтобы вам аплодировали. Диплом награждается компания «КК Барс» за победу в региональном этапе конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий» в номинации «Лучшие малопреприятия» в сфере производства потребительской продукции. Пожалуйста. Следующий диплом вручается компанией «Амкор ГМБХ» – «Лучшие малопреприятия» в сфере промышленного производства. Приветствую вас. Приглашаем компанию «НПП Хортул» – «Лучшее предприятие-экспортер» в сфере промышленного производства. Пожалуйста. Инженерно-производственный центр «Лучшие семейные предприятия России». Спасибо.